Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова КОНЕЦ Товарищ майор Да, капитан В общем, в карманах убитого найдены документы на имя Андрея Владимировича Леви Также найден бумажник, в нем пять тысяч рублей Большая связка ключей И достаточно дорогой мобильный телефон Да, на шее православный крест на золотой цепочке Часы В общем, на ограбление не тянет майор Да Только если их кто-нибудь не спугнул Может быть Хотя в такую погоду вряд ли кто здесь будет погуливаться Да, насчет погоды ты прав Не сезон Ну, что скажешь, Егорыч? Смерть наступила в результате огнестрельного ранения С близкого расстояния в области Часов шесть-семь назад В трех метрах от тела обнаружено Яйца ФМ Всю ночь лил дождь Следов, естественно, никаких Добро пожаловать в наш город К ребятам Давно машину водите? Давно, давно, а что? Уж больно аккуратно Знаешь что, Александр, я хочу тебе сказать У нас тут не Питер, мы люди простые Поэтому субординация у нас сражается Не в вербальных изысках А в отношении к делу Так что давай на ты, ладно? Хорошо Да, я-то думал, что городочек-то у вас спокойнее А тут три дня на службе Сразу убийство А ты думал, что мы тут на пляжах жаримся И чурчелут резко Надеется, отоспаться в кабинете И подзагореть немножко Ну, загореть-то не придется, я думаю Втягивайся, втягивайся потихоньку А расслабляться выше выходной Если, конечно, они наступят Если что не ясно, спрошу и Растолкуем Хорошо Да, я смотрю, у них тут прям Эрмитаж Что, папа? Обнаружил непровержимые доказательства? Да, да как тебе сказать Пока не густ Ну, давай расскажем, что есть хотя бы Ну, во-первых, Андрею Владимировичу Леви принадлежал только половине этого дома Другая Семеновой Марии Игнатьевны Во-вторых Так Похоже, покойный не очень-то интересовался внешним миром Ну, представляешь, в доме нет ни телевизора, ни радио Даже компьютера и того нет Зато вот, сам видишь И книг полно В основном русская классика Вообще, как-то в доме все неухоженно Сразу видно, один жил Женской руки не чувствуется Один, говоришь Да, и в баре бутылка дорогого вискаря стоит Две таких же На кухне, в виде мусорного ведра Похоже, Андрей Владимирович любил это дело Похоже, Андрей Владимирович зарабатывал чуть-чуть побольше, чем в рядовой следах Это точно Ты на шахматы взгляни Это денег стоит, мама, не горюй Серьезная вещь Ну, шахматы, понятно А где документы, справки, дипломы, что там? Есть что-нибудь? Да вон, рисунков целая куча Взгляни Рисунки Ну что, капитан, смотри Смотрю, смотрю По-моему, очень красивая женщина Да я не про это Может, местная какая-то, надо поискать Что там еще? Да пока все И ты хочешь сказать, что на данном этапе следствия При таком количестве вещдоков Мы до сих пор не знаем, кто убийца Ты что, издеваешься, что ли? Понятно, Попов, проехали Пойдем, соседки поговорим, что ли, капитан? Слава Андрюш-то сам вот эту настройку наверху сделал Мастерская там у него Все скульптурой лоял Да вы пейте чай Да лишнее все, спасибо Пейте чай Ой, розеточки вам Давайте я поухаживаю за вами Давайте Спасибо Ой, сам себя не жалел Нет, не жалел Ой Вот только иногда, как заладится Как заладится И всю ночь лепит, лепит Марина А что он был за человек? Хороший Хороший был человек Хороший Добрый Совестный Интеллигентный Вот что не попросишь Все, просто все сделает Он в прошлом году крыши сарайчиком не залатал И денег не взял Хороший был человек А с кем он общался? Ну, может быть, кто-то заходил к нему чаще других Или заезжал Женщина, может быть? Да нет Никого у него не было Я ему часто говорила Андрюш, ну ты бы хоть Нашел бы себе какую-нибудь женщину Бабенку какую-нибудь хорошую Ну, сколько их Господи А у меня нет, тетя Мани Я уже один привык жить Мне так и лучше А вот Гость Гость К нему приезжал один мужчина Он такой Такой солидный был В костюме И на машине Длинная такая машина Большая Серебряная Ну, как у депутатов наших Знаете, с телевидения Деньги есть Ума не надо Часто приезжал Номерок Запомнили? Машина Нет Так мне не надо было Ну да Скажите, а что они делали-то Вот с приезжими Ну, шашлыки жалили Музыку слушали, может выпивали Ну, может и выпивали Но у него всегда Тихо было Да я же вам говорила Человек он Вежливый Тихий А вот Вот этот мужчина На котором в костюме Ну так вот Он у него До поздна задерживался Долго задерживался Иногда даже До пол ночи Никак А еще с кем-то общался? Ну так Ага Мальчишка соседский Все время Крутился Ну, там Я не знаю, что-то они Что-то они там делали Вот А мальчишка Аньки Сын Анька-то одна Его воспитывает Ну, тяжело Я иногда помогаю А она где живет? Так На втором этаже Там В доме Капитан Ты чай допил? Да, вроде Давай, дуй, поговори С матерью-одиночкой Может, что-то разузнаешь Понял Варенье вкусное Ой Стой! Руки вверх! Все, сдаюсь Не стреляй, офицер Я не офицер Я капитан Жиог Воробей Дань Даниил Здравствуйте Я из милиции По какому вопросу И кто вам нужен? Вы Я из милиции Верну Я из милиции Странно, да? Странно. Вот вчера человек сидел, разговаривал, мечтал, улыбался, потом бац и всё, убили. Я не знаю, я правда плохо его знала, не могу даже представить, кому он мог помешать или... Почему вы считаете, что у него не могло быть врагов? Ну, потому что он производил впечатление порядочного человека. Хотите чаю? Нет, спасибо, я уже... Уверен? Ну, чашечка кофе. Да нет, ну не стоит, честное слово. Ну, от чистого сердца, ну не обижайте, ну возьмите, ну... Спасибо. Ой, Господи, до свидания. Я зайду ещё, там печать на дверях останется. Значит, говоришь, мать-одиночка не общалась со своим соседом? Ну так, здрасте, до свидания, не более. Говорит, вообще какой-то странный был. Людей боялся, общения, избегал, ну как-то так. Избегал. Ну, а как же её портреты? Ну, бог его знает, может, по памяти рисовал. Ну, ну, может и по памяти. Но что-то тут не то всё равно. А мать что говорит? С ним-то левее общался? Говорит, дядя Андрей в шахматы учил играть. Книжки давал почитать интересные. Ну, в общем, без отца рискёт пацан. Ясное дело тянулся. Ну, судя по всему, покойному тоже интересно было с ним возиться. Так, что ещё? Смирнова подтверждает, что в Клеви часто наведывался представительного вида мужчина. Ездил на Тойота серебристого цвета марки, как же она? Камри? Камри, точно. Чёрт. А мне кажется, я знаю, чьё это корыто. Да, но самое интересное, она утверждает, что несколько раз видела, как от соседа выходила женщина. Лица она не видела. Была в платке, в очках, да и вообще как-то одевалась экстравагантно. Это что значит? Да кто их женщину разберёт? Я сам не понял, что она её увидит. А эта зашифрованная, приезжала на чём-нибудь пешком? На такси. Ой, кровь из носа, найти нам эту даму придётся. А этого манерного гражданина на серебристой камере мы сейчас навестим. Чует моё сердце этот тот, кто нам нужен. Камри. 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 А здесь по всему периметру зала я предлагаю разноцветные воздушные шарики в виде такой большой-большой гирляндочки. Олег Евгеньевич, Олег Евгеньевич, вы согласны? Да. Хорошо. А вот по этой стеночке вот здесь у нас пойдет растяжечка. Год вашего выпуска. Теперь насчет столов. Вот, посмотрите, Олег Евгеньевич, вот за центральным столом рядом с вами я предлагаю разместить ветеранов, хорошо? А вот с этой стороны у нас будут представители Гаранова. Добрый день. Майор Рогов, уголовный розыск. Скажите, пожалуйста, это ваша машина припаркована, Камри, возле хода? Да, моя. А в чем, собственно? Я, как видите, немного занят, поэтому попросил бы вас по существу. Вам знакома фамилия? Андрей Владимирович Леви. Наталья Михайловна, зайдите ко мне позже. Хорошо. Безобразие какое-то. Мам, ты на работу? Да. Я поздно вернусь, поэтому, пожалуйста, будьте умницей. Мам, а дядя Андрей скоро приедет? Не скоро, сынок, не скоро. Жаль. А он тебе нравится? Кто? Ну, дядя Андрей. Не говори глупости. А я знаю, ты ему нравишься. Ах ты! Я волю! Все, я пошла, пока. Эх, Андрюша, Андрюша. Мы с ним с детства. Потом в школе учились. Мы одноклассники. Вот и на жизнь, вот и несовременные нравы. Наверняка какие-нибудь наркоманы. Хотя, вы говорите, на ограбление это не похоже? Да, Андрюша, Андрюша. Значит, выходит никаких подозрений, предположений у вас нет. Это ужасно. Скажите, как часто вы встречались с походим? Раза два в месяц, может быть и реже. Мы встречались с ним у него в мастерской. С культурами любовались-то? Играли в шахматы. Шахматы. Да. Я с детства увлечен, а Андрей, он еще в школе, выигрывал все шахматные турниры. Знаете, он был очень интересным партнером. Я называл его манеру игры. Танец горностая. Танец кого? Горностая. Вы представляете себе этого зверька? Небольшой такой, пушистый. Шубы из него шьют. Да. Хищник размером чуть меньше кошки. Вы знаете, как он охотится на зайца, который гораздо крупнее его и физически сильнее. Так вот, завидев свою жертву, начинает выделывать сумасшедшие акробатические номера. Заяц, завороженный этими сумасшедшими движениями, попадает как бы в гипнотический транс. А горностая тем временем все сужает, сужает круги вокруг жертвы, не прекращая свой танец. Танец смерти. И, наконец, когда до жертвы остается расстояние в один прыжок, горностая делает последнее па и впивается зубами в сонную артерию жертвы. Зрелище почти мистическое. Вот так Андрюша играл в шахматы. Отвлекал соперников какой-нибудь изысканной классической комбинацией, потом внезапно наносил решающий удар. Кстати, он звонил мне вчера вечером. А сколько? Часов десять. Мы должны были с ним встретиться и хотели разобрать один шахматный этюб. И что? Что он сказал? Он извинился и отменил встречу. Сослался на какое-то очень важное дело. Он не стал ничего объяснять. Знаете, Андрей вообще был немногословен. А часто вы отменяли ваши встречи? Нет, это было впервые. И вас-то не удивило? Он, признаться, удивил. А его поведение, голос, может быть он нервничал или еще что-то? Нет, я бы заметил. Понятно. Здравствуйте. Может, вы еще кого-нибудь встречали в его доме? Да. Я понимаю ваш вопрос. Я действительно несколько раз видел женщину, выходящую из дома Андрея. Она пыталась скрыть свое лицо под платком, но я ее все-таки узнал. Узнали? Я все-таки иногда посещаю спектакли нашего драматического театра. А она работает в театре? Актриса? Да. Прима. Местная знаменитость. Ирина Новицкая. Ирина Новицкая. А скажите, Олег Евгеньевич, а чем вы-то занимались вчера после двадцати двух? Ну, поскольку шахматная партия мне не удалась, вечером я был любезно приглашен на ужин к своему старинному приятелю. А фамилия приятеля? Титов. Титов. Алексей Павлович. Зараза. Майор, я внимательно за ним наблюдал. Врет он все. Во всяком случае, что-то скрывает. Ну, смотри. Во-первых, отвечая на некоторые вопросы, он скашивает глаза вправо и вверх. По психологии это означает, что он формирует визуальные образы. То есть выдумывает, а не вспоминает. Далее моторная реакция указывает на то, что он действительно говорит неправду. А если учесть паузу между фразами и ударение на некоторых словах, вырисовывается определенная картина, ясная. Я, ты знаешь... Э-э-э. Ой, извини. Не так много прочел книг по психологии, но моя интуиция и жизненный опыт подсказывают мне, что... Ты прав. Врет наш директор, врет и не краснеет. Ну, вот видите, коллега, мы с вами разными путями пришли к одному мнению. Ну что, поверим в алиби? Триханем Титова, с которым он весь вчерашний вечер. А вот Алексей Павлович Титову нам трихануть не светит. Почему? Потому что Алексей Павлович Титов прокурор нашего города. Опаньки. 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 Пойдите, пойдите, пойдите. Говорите, скорей что, Бога рать. Сейчас на дуэли убит барон. Чуть-чуть. Чуть-чуть. О, боже мой, пройдет время, ему уйти ум навеки, нас забудут. Зима, забудут наши лица, наши голоса. И сколько нас было. О, милые сестры, жизнь наша еще не кончена, будем жить. Музыка играет так весело, так радостно. И кажется, еще немного, и мы узнаем, зачем мы живем, зачем страдаем, если бы знать, если бы знать. Спасибо. Олежек, я лично проконтролирую ситуацию. Как фамилия твоего майора? Рогов Сергей Борисович. Ну, знаю я его. Отличный мужик, работник хороший, грубоватый, так-то ему не хватает. А чего у него на тебя? Да показания соседки, в общем, и все. Ну и что, отдыхает? Да я и отдыхаю. Пап, я же просила его не качать. Здрасьте, я пойду его кормить. Да, покорми. Тебя все детство прокачало вот этими вот руками. Человеком стало? Да, вымахало. Вымахало. Ну, а ты что думаешь, кто завалить-то мог скульптора? Ну, чертов знает, не Алексей Павлович. Чертовщина какая-то. Да. Талантливый человек был. Не желаете? Нет, спасибо. А я, с вашего позволения. Бедный Андже. Кто, простите? Андрей. Я называла его на польский манер, Андже. Ужасная смерть. Скажите, Ирина Вадимовна, а в каких отношениях вы были спокойным? У нас связывали не отношения, а постель. Для этого тоже должны быть какие-то определенные отношения. Вы так считаете? Да. Вы женаты? Нет. Ну, я. Это не имеет отношения к делу, мне кажется. Простите, а как вы познакомились? Когда? Несколько лет назад. Скучайно в кафе. Он потел ко мне за столик. Угостил шампански. Ну и? В нем было что-то гипнотическое. Позвольте. Я не смогла устоять. Потом мы стали встречаться все реже и реже. С ним интересно было только в постели. А в остальном он очень быстро мне надоел. Что вы имеете в виду? Все. Он был очень замкнут. Его интересовали только его гипсовые чудовища и шахматы. Он даже не был ни на одном моем спектакле. Тем не менее, порвать совсем я с ним не смогла. А потом у меня появился любимый мужчина. Спасибо. Так что наши встречи стали носить эпизодический характер. Любимого мужчину? А кто же ваш избранник? А вы не могли бы снять кепку? В театре не принято ходить в главных уборах. Простите. Я бы не хотела, чтобы он участвовал в этом деле. Да, я вас понимаю, но так или иначе вам придется это сделать. Так как зовут вашего избранника? Павел Петрович Бойн. Офицер, военный врач. Через месяц мы поженимся, и я надеюсь навсегда уехать из этой проклятой дыры. Ага. Если я правильно вас понимаю, вы собираетесь выйти замуж за Павла Петровича, но постель делили… Да, с обоями. Это правда. И что? Павел меня любит. Мне с ним хорошо и спокойно. А с Анжи у меня был только секс. Понимаете? Секс… Понимаю. Я вот и вполне. Разрешите? Да, конечно. Зайди к администратору, узнай, когда закончился вчера спектакль. Ну, там по обстановке. Я понял. До свидания. До свидания. Счастливо. Так, Ирина, норма. На сегодня все. Сергей, полбутылки коньяка в день – это ваша обычная норма или только во время работы? А что, нельзя? Или это тоже преступление? Нет, просто любопытствую. Ну, мы отвлеклись. Скажите, Павел Петрович, он знал о существовании Ливии? Да вы что? Это с его-то бешеной ревностью? Если бы он только узнал, что у меня кто-то… То… То что? Вы что-то недоговариваете? Что вы от меня хотите? Что вы меня допытываете своими дурацкими вопросами? Что вы ковыряетесь в этом грязном белье? Что вам еще надо? Что?! Я вам не мешаю? Извини. Увлеклись, Андромед. Предлагаю выпить. С удачным окончанием второй четверти. И за твое второе место на областном турнире. Могло бы быть первым, если бы не этот урод с пятой школы. Ну ничего, ты его в следующем году обязательно сделаешь. Правда, Ира? Даже не сомневаюсь. Ну, поехали. Ну, тебя куда, домой? Да нет, брось деньги в центре, хочу город посмотреть, толком не видел. В центре? Да. А ты в центре? Да ну, брось. О, девчонки-то, да. Добрый вечер. Вечер добрый? Добрый, добрый. Вечерок. Ну, вот как ты считаешь, капитан, чем эти барышни отличаются от нашей актрисы? Да пив меньше. Ответ смешной, но неверный. Получаю больше. Давай. На завтра. Не проспи, зурок. Девочки, даже не рассчитывайте, он еще за оплату не получал. Как дела? Здесь все как договаривались. Словия слегка изменились. За срочность еще столько же. Двойной тариф. Ты документы вначале привези. Если все в порядке, не бойся, не обижу. Значит, Ред Григорь решили податься. Что, директор? Да, жареным запахло. А вот это не твоего ума дело. Поехали. Поехали. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Я иду. Смотрю, вы не вы. А что вы тут делаете в одиночестве? Секретное задание? Да нет. Так на корабли смотрю. Под дождем? Он прошел, во-первых. Мне не привыкать, а питерский. Сыр из грязи, дождь, морозы. Понятно. Вы, наверное, с работы? Да, я сегодня задержалась немного. Показывала немецким туристам достопримечательности города. У нас не Петербург, конечно, но тоже есть что показать. Понятно. Хотите, я вас провожу? Вечер довольно поздний. Шумная, молодежь пьяная. Опасно? Да, конечно. А где же ваш ночеган? Дома. Он у меня самостоятельно привык. Какой молодец. Угу. Трудно, наверное, быть гидом. Нужно вспоминать даты, что, где, когда. Да нет, нет. На самом деле, все зависит от времени года и численности группы. Летом, да, иногда приходится спать по два-три часа в сутки. Но сейчас осень. Понятно. Вы давно испустили? Да нет, три дня. Я вот город хочу посмотреть. Никак не получается работа. Может, покажете что-нибудь? А вы опасный человек, товарищ капитан. С вами нужно держать руку в островке. Ой, спасибо, Сереженька. Важил. Как раз к паре не хватало. Да, насчет Северского. Этот господин Северский, знаешь, укусить его не так просто. Больно скользкий мерзавец. А я как услышал про серебряные камри, у меня аж сердце ёкнуло. Вот же думаю, где ты мерзавец. Думаешь, что к убийству Львина имеет непосредственное отношение? Его бы, конечно, зацепить и... Ой, Сереженька наивный ты, Северского зацепить. Ты же знаешь, чего меня из прокуратуры поперли, да? И следователя Минина, помнишь? Так вот, Минин его взял на горячем, на горячем, на земельных аукционах. И что? Где теперь следователь Минин? Спился. А как красненько это называется? Это петушок. Вот. Минин спился, а Сидерскому хоть бахны. Знаешь почему? Потому что Сидерский с кем ни попадя не дружит. Он дружит с городским руководством. Их чадо учатся у него в гимназии. Понял? И ты, конечно, можешь зацепить его. Если у тебя будут железные факты, да еще по убойной статье. Хотя, ты знаешь, ниточка от господина Сидерского тянется наверх. А наверху у нас так просто не сдают. А что делать-то? Давай чайку выпьем. С коньячком. Отдельно можно? Все, можно. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Здравствуй, Паша. Нет, Паша, я сегодня не могу. Нет, не надо прижать. Я хочу побыть одна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА До города довезете? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, спасибо, добрый человек. Что-то вы припозднились, святой отец. Ах, погодка. Держите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Завидую я вам, неверующим людям. Есть у вас опора какая-то, что ли, в этой долбанной жизни, извините. Но, тем не менее, не побоюсь задать дилетантский вопрос. Вот как же, может, можно верить в то, что не знаешь наверняка? Так ведь атеисты тоже верят в то, что не знают наверняка. Ну, например, в то, что Бога нет, в то, что все мы произошли от обезьян. Разве это можно доказать? Тоже верно. Вообще-то на самом деле все люди верят в Бога. Ну, как все? Ну, кто-то истинно верит, таких мало. Кто-то время от времени таких большинство, а кто-то одну единственную секундочку. И рано или поздно поверит. Может быть, эта вера длиной в секунду и есть самая искренняя, настоящая, кто знает. Следуя вашей логике, для меня эта секундочка еще и наступила. Ну, значит, у вас это впереди. Все придется пережить. Да. Ну что, вещай, Олег, тебе страшно? Кто это? Я знаю, тебе страшно. Ты ведь понимаешь, что тебе конец. А скажи-ка мне, чего ты больше боишься? Смерти или того, что все уходит из-под твоего контроля? Послушайте, мне кажется, у здравия человек. Может быть, мы сможем договориться? Отверишь в Бога. Какое это имеет значение? Да так, просто спросил. Послушайте, может быть, нам все-таки лучше встретиться и обо всем поговорить? Все-таки тебе страшно. Алло. Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин